здравствуйте уважаемые гости и подписчики моего канала я рада вас приветствовать с вами елена василена тема сегодняшнего моего онлайн расклада называется перевал дятлова тайна перевала дятлова я это делаю расклад по просьбе моей подписчицы если кому-то понадобится индивидуальная консультация по данным видео будет находиться номер телефона первая позиция первая позиция нам скажет что происходило внутри группы вторая позиция состояние состояние группы внутреннее состояние группа следующая позиция что они показывали друг другу что происходило что они показывали какая шла демонстрация следующая позиция причина смерти я решила здесь пять карт я потом все буду показывать следующая позиция общая причина смерти причина которая привела к смерти обстоятельства смерти и следующая карта фон на котором происходила смерть так что я здесь сейчас я открою все позиции чтобы потом вам рассказывать то что я буду видеть так что я буду видеть что я буду видеть что я здесь вижу в этом раскладе первое внутри группы именно в палатке вот что происходит в данный момент идет какой-то очень бурное обсуждение и самое главное конфликтует очень сильно какая-то девушка именно одна из девушек она начинает конфликтовать и она начинает конфликтовать именно с кем-то из группы что-то говорить что-то пытаться доказать именно что-то свое и она именно инициатор этого конфликта есть что-то не нравится вот следующая позиция вот именно что это что там это у нас карта что именно происходило внутри в тот момент до общее общее их настроение дальше что дальше происходит состояние группы внутреннее состояние группы здесь однозначно они слушают по всей видимости своего начальника группы да потому что здесь ситуация требует последовательности и нужно действовать четко по инструкции дальше что я вижу что они друг другу показывают что что дальше происходит внутри группы в целом ситуация удачно складывается но есть никто кого команда не замечает не замечала этот человек не честный и это человеческий фактор вот то что они не замечали кто с ними рядом мог повлиять на ход событий почему потому что уже против них пошла нечестная игра и какие-то люди их начали делить их группу начали делить и вообще здесь идет речь о каких-то все равно деньгах здесь речь идет о богатстве которое наживается нечестным путем внутри группы есть человек которого использовали власти как раба подставку этот человек как бы уже предрешил итог этой нечестной игры еще он что-то взял без спроса либо же у игоря дятлова либо еще у кого-то этот предмет напоминает форму цилиндра это могла быть пленка вот то что я вижу дальше причина смерти во первых однозначно это было запланированное убийство этих людей то что я вижу над ними издевались однозначно их не сразу убили у меня идет такая информация за ними могли следить во первых то что причиной смерти явилась однозначно побои и отравление отравление идет как газом и все это происходило ночью вся эта расправа была ночью а также их били тупыми предметами не острыми предметами а именно тупыми какими-то предметами и было отравление каким-то газом дальше общая причина смерти опять идет карта конфликта это карта побоев это карта избиения дальше причина которая привела к смерти дело в том что их как будто как куда-то заперли их как будто как держали где-то и опять идет издевательство знаете здесь идет такое такое ощущение что их как пытают и вот на этой карте видите у человека от боли изменяется лицо и он становится желтым от от ужаса от боли вот тоже самое я могу сказать и здесь была такая же ситуация над ними издевались так именно физически их выматывали так что эти люди скорее всего были как-то изменены по цвету а также по внешности они были изменены изменения у этих людей было на физическом уровне их невозможно было узнать но этому также то что их травили чем-то каким-то газом эти изменения были вызваны не только пытками ударами а также то что их травили газом и не всех я могу сказать били не всех били сильно не всех дальше обстоятельства смерти вот знаете здесь это очень интересная карта в первую очередь я здесь вижу что ну это аллегория огромная зубастая рыба решила их проглотить и уничтожить зубастая рыба идет как аллегория это люди наделенные властью это люди наделенные властью и они именно в том месте они чувствовали себя хозяевами жизни то что они имеют на это право дальше что я вижу я вижу что в первую очередь пострадали сначала идет расправа с двумя парнями и одной девушкой но девушка это она пыталась доказать что-то этим людям потому что здесь идет вот с нее как раз таки она уже видно что-то предчувствовала и эта девушка демонстрирует то что что она часть вот этого земного мира она часть земли и ее желание очистить эту землю от лицемерия и эти люди как бы стойко принимают эту смерть они даже может быть еще где-то как-то пытались шутить и глумиться над этими людьми которые над ними издевались дальше фон фоновая карта здесь показывает то что вот эти люди они как роботы они фанаты того дела чем они занимались вот у этих людей там где сердце где душа там терминатор там нет ничего человеческого у этих людей это роботы они только подчиняются приказам все и главное я могу сказать что эти люди носят человеческие маски чтобы быть больше похожими на обычных людей и расположить к себе а на самом деле они не люди ну опять таки знаете у меня свое представление о людях и не людях потому что я глубоко убеждена что и среди нас людей очень мало человек остались ходит просто тела ну я ухожу уже от темы вот здесь та же самая история это люди роботы они могут выполнять только команду там нет души там нет сердца их используют именно в таком направлении могу так сказать что судя по тому что было отравление каким-то веществом там могли проходить какие-то испытания внутри этой группы был человек который каким-то образом даже не по своей воле а служил каким-то определенным органом власти но об этом никто не знал он был как засланный казачок он попал в эту группу возможно случайно я сейчас хочу посмотреть там больше всего в этой группе вызывал подозрение семен золотарев вот сейчас я хочу посмотреть что это за человек его характеристика причастен ли он к смерти ну в общем вот так сейчас я посмотрю первая характеристика да характеристика золотарева семён золотарев его характеристика причастен ли он каким-то образом гибели группы дятлова и последняя карта что меня интересует больше всего погибли он вместе со всеми либо же на самом деле он куда-то мог деться первая его характеристика причастны причастен ли он к смерти и остался ли он жив вот что я могу сказать в данный момент то что я вижу вот его характеристика его характеристика это семерка мечей вторую безумная луна это прежде всего человек который ищет всегда каких-то приключений на свою пятую точку это люди которым не хватает адреналина но он также экспериментатор он несмотря на то что он любитель экстремала положительное то что он ради дела готов пожертвовать своим здоровьем могу так сказать но этого человека легко взять на слабо что же касается вот по этой карте причастен ли он каким-то образом гибели и вот именно напрямую к этой трагедии если ему взамен пообещали свободу я так поняла что он сам себе не принадлежал этот человек он каким-то образом на него оказывали определенные структуры давления видно знаете в то время многие были ну под колпаком КГБ здесь я тоже вот вот в этом я тоже здесь проскальзываю то что он не принадлежал сам себе здесь мы видим на картинке дурака который сбегает из тюрьмы или из дурдома о чем это говорит ему могли что-то пообещать заранее когда он собирался с этой группой он должен был возможно только смотреть и следить за чем-то и так как он взял что-то очень важное это скорее всего была пленка которая принадлежала Игорю Дятлову и там все равно как-то вот все закрутилось то что они оказались в этом месте ну отойди они буквально может быть на километра два в другом месте этого бы ничего не случилось они оказались не в том месте не в тот час но когда те люди которые были там узнали кто такой Семен Золотарев они его могли как-то использовать как информатора он что-то мог рассказывать и скорее всего он говорил все то что он знает потому что взамен ему обещали свободу вот в этой вот вот в этой ситуации в которой он оказался он реально оторван от от реальности его даже как-то вот в темную могли использовать потому что по факту он как сказать как человек он почему так быстро влился в группу он был очень обаятельный он был веселый открытый однако вот эти вот красно-белые полоски могут говорить о том что о его какой-то дьявольской активности и обнуление скорее всего вот ему что-то пообещали возможно свободу жизнь но он говорил все то что знает об этих людях об этой группе людей и последняя я задала вопрос был ли он также убит ни о какой лавине здесь речи не идет ни о каких аномальных явлениях тем более НЛО или там еще что-то здесь речи не идет здесь были конкретные люди которые были связаны с властью и здесь замешаны какие-то большие деньги также здесь проводились какие-то испытания потому что здесь однозначно есть газ что-то такое чего они испытывали дальше был ли он убит вместе со всеми нет вы видите два человека его использовали двойник и причем здесь у одного и у второго есть какая-то татуировка есть какая-то отметина на теле возможно использовался двойник либо делали похожую ему татуировку которая была татуировка у этого Семена Золотарева либо этот человек был с татуировкой это то что его двойник это однозначно но я также могу сказать судя по этой карте вот теперь то что я то что я вижу то что я вижу в этом раскладе да Семена Золотарева могли сохранить жизнь каким-то образом использовали похожего человека и подсунули этого человека труп вместо Семена Золотарева но по факту его могли упечь только психиатрическую лечебницу потому что больше его никуда не спрятать потому что вот здесь это карта дурачок убегает от тюрьмы либо же из психиатрической лечебницы он и так то сам себе не принадлежал Золотарев раз он работал на КГБ и его оставили в живых ну для чего то возможно для чего то его поначалу оставили в живых а потом его так и оставили и психиатрической лечебнице он так и сгинул я вижу тайну Дятлова именно так вот как я читаю вот эти вот карты могу сказать что они оказались однозначно не в том месте то что это место аномальное я этот факт не скучаю но вот вы обратите внимание есть даже определенные перекрестки на которых постоянно бьются машины не окажись они в том месте тем более они там остались поставили там палатку все могло бы быть иначе но к сожалению случилось так как случилось весь этот конфликт весь этот сыр бор я глубоко убеждена в первую очередь начался с девушки которая там находилась она была очень с характером потому что мы здесь видим на карте на пятерке кубков женщина и она ругается она что-то пытается доказать другой человек закрыл уши он не хочет вступать в этот конфликт и закрывает вот все началось именно с ней она пыталась что-то там доказать и когда она принимала смерть она ее принимала мужественно вместе еще с двумя ребятами над остальными могу так сказать кого-то больше били кого-то меньше но то что их всех травили однозначно и над ними издевались потому что вот эта карта еще раз хочу показать обстоятельства смерти говорит только о физическом издевательстве что люди даже внешне изменились и у них был другой цвет кожи лица они изменились до неузнаваемости и есть такое предположение что вот в тот момент когда они там оказались не в том месте не в тот час их уже использовали знаете как подопытных животных вот и все почему так случилось ну возможно опять таки был ли у них шанс уйти ну судя по раскладу нет почему потому что опять я вижу если бы возможно не было бы там Семена Золотарева все бы было иначе а так как Семен Золотарев служил внештатным сотрудником был у КГБ это сыграло злую шутку скорее всего они поняли что этот Золотарев все равно расскажет эту информацию а эта информация никуда не должна была выходить вообще за пределы этих людей поэтому вот эта огромная рыба и решила их уничтожить не окажись там этого Золотарева возможно бы ребят бы отпустили вот именно Золотарев здесь тоже играет важную роль потому что эти ребята были обычные они были молодые Золотарев был старше их всех и на тот момент ему было 38-39 лет и те люди которые это преступление совершили они понимали что по большому счету нужно убирать свидетелей но почему опять таки почему с него не начали вы спросите почему его не убили а его двойника оставили потому что нужно было они тоже размышляли они тоже боялись его сразу как-то уничтожить убрать и его пока оставили в живых пока использовав его двойника ну а потом он сгинул в психиатрической лечебнице потому что понимаете следствие вообще было запутанным там там не было соблюдено опять таки каких-то ну правовых там были сплошные нарушения расследования этого дела ребята старались действовать по инструкции так как положено а здесь уже все совсем пошло не так как нужно оставляйте пожалуйста свои комментарии пишите свое мнение по поводу этого дела как вы видите эту ситуацию берегите себя всего вам доброго